И первая карта Evoken. Выбор Хрона. Начинаем мы с бейза. Рейнджер, Дум и Галена. Собственно, для обоих игроков. Этот выбор на Evoken. Сейчас бейзу нужен 3 болт, но вот шафт он пока не стал брать. Причем шафт просто в одном шаге. На этой карте шафт нереально рулит. Просто нереально. Здесь куча пространств таких открытых и мест, где именно шафт перестреливает в любой ситуации. Так, услышал бейз, что пошел Хрон другим путем, по-моему, сейчас друг другу щупит странно, что, конечно... Так, первый подлов, но, по-моему, бейзу здесь больше досталось. И тут же рейл. Ох, как, как... Как жестко начинает Хрон. Просто загонял бейза и остался просто толстенным. И тут же рейл. Через щелку над телепортом. Ну, вот успеет ли бейз на мегу? Да, успел. Ну, а Хрон очень-очень сильно отъелся. Бейзу нужен армор. Скорее всего, до этого атаку он не будет пытаться организовывать. Но у него есть рейл. А, нет, по-моему, рейл он не должен был взять, да, потому что Хрон очень быстро на рейл пришел. Только мегу бейз успел утащить. Соответственно, у него есть шафт и триболт. Но вот через триболт он начал выстраивать атаку, чтобы попробовать взять хэви. Но Хрон тем временем утащил мегу и сам первый раз сейчас берет триболт. У Хрона эта пушка тоже отличная. Так, рейл от Хрона. Но на его бейза пока не очень. Получается что-то организовать. Сейчас весь дэмэдж, который прилетает, Бейз его просто на полную в себя собирает. Хрон больше трехсот. В сумме два раза толще. Но вот сейчас неплохо в бейз попал. И отличный триболт. Сейчас будет атака с рейлцой, но... Сим хп. Сим хп. Здесь тотем. И тут же три тотема. И Хрон очень быстро. Так, ну здесь не должен бейз прощать, потому что Хрон, я не знаю, на что он надеялся. Но он, конечно, сам себя загнал тоже в угол. Вот, собственно, в этом углу он и стоял. И отлично бейз смотрит карту. Но не залетает рейл. И пошли его любимые флики. Смотрится красиво, но, конечно, эффективности там было минимум. Хорош, ракета. И опять рейлы не заходят. Самое интересное, у Хрона там совсем ничего не осталось. Один рейл ему достаточно. Но не угадал бейз. То, куда Хрон отправится. Вот сейчас он его видит. Есть рейл. Да, у Хрона залетает больше сейчас рейлов. У бейза достаточно нервно все это происходит. Надо, конечно, лично мое мнение, надо бейзу немножко стиль игры менять. И все же стараться хотя бы давать себе какую-то миллисекунду на то, чтобы прицелиться. Совершенно. Ох, как много. Ох, как много. Три болта. И Хрон там уже не знал, куда бежать. Отличный рейл. Но вот опять же, это был не флик. Все-таки бейз выверенно стрелял. И сразу же результат. Услышал. А вот сейчас обидный промах. Но у нас 20 секунд до конца раунда. И возможно сейчас будет просто атака от Хрона. Есть рейл. Но здесь надо убивать. Да, холднокровно с шотганом закончил первый раунд бейз. Бейз на рейле. Надо бежать за какой-нибудь пушкой. Так, Хрон тоже схватил рейлесу. Напомню, Хрон забанил Вайзера для этого матча. А в бейз биджея. Так, сейчас, я думаю, перед первой атакой будет такая позиционная перестрелка. Ну, как раз бейз занял центр карты. И с три болта он пытается понять, где противник. Но сейчас встретят друг друга. И продолжает Хрон лезть. И как бы исполнил в этой ситуации. И весь шафт, и ракета, конечно, последняя просто на загляденье. Распулялся, распулялся. Поначалу было видно, что, конечно, скорее всего, он немного нервничает. Мега раньше. И по таймингу пришел. И будет, что, врываться на хэви? Или позволит сопернику забрать? Да, здесь... Здесь отличная контратака от Хрона. И не попасть. Нужна срочная аптека. Вот сейчас Хрон, я думаю, придет атаковать. Там у Хрона дум. Он может очень быстро перемещаться по карте. И гонит, гонит он бейза. Да, есть рейл. Очень важный рейл. Можно успеть хэви, но нет. Бейз пошел немножко в другое место. И отдал всю карту сейчас сопернику. Еще один рейл. Такой останавливающий потенциальную атаку. А вот сейчас рейл был просто великолепный. Даже без вайзера игроки понимают, кто где находится. Так, сейчас у нас Мега. Помнит об этом Бейз и Хрона не пускает. Хрон также помнит, что... Агентурные курсы английского. Спасибо. Ну вот момент. Ну, Бейз, конечно, красавчик. Опять, опять на очень тоненького ситуация. На самом деле, чудом, чудом, здесь Бейз выживает. А вот сейчас не знал, не знал, где соперник. И можно сейчас отдать всю карту, на самом деле. Потому что Мега уже словил рейлбейс. Ну вот, смотрите как. Ох, какую атаку Бейз сейчас провел. Но там тоже ему досталось. И Хрон в стрельце переключился неудачно. Бейз сейчас пойдет через дальний мелкий армор. Будет выходить, скорее всего, на Мегу. Ох, нет, не стал он настолько это очевидно делать. Вернее, у него нет этого мелкого армора, поэтому... Так, а здесь привет от Триболта. Но Хрон все равно свое отвоевал. А вот сейчас, конечно, очень неудачная атака от Бейза. Выходить с Триболтом вот так вот из-за стенки, это очень рискованно. Так, Хрон начинает уже гнаться, гнаться за Бейзом. Полторы минуты играть. И подловят, подловят. Да, здесь не спастись. Сравнивает счет по персонажам. Галена против рейнджера. У Хрона полный контроль. И спаун предметов такой, что у Хрона, конечно, все очень неплохо. Ох, какие ракеты! 40 хп! Хрон был просто там 170 на 100. Перед этой атакой и так сильно отгреб. Теперь Бейз гораздо толще. Если Бейз зайдет на мигу... А он на нее уже идет. Демеджа нет. Три секунды на миги. Неужели отдаст? Отдаст? Да, 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 Хрон. Забирает. И тут же рейл от Бейза. Тут же второй. 42 хп. Нету здесь армора. Я там... Ох, как спасся! Как Дима спасся тоже красиво. Последние хп полминуты. Ничего нет. Бейз там пасет. И... Подлавливает на аптечке. Отлично, отлично сыграл. Оба отлично сыграли. И у нас третий раунд. Такой же респаун у Бейза. И Хрон сразу пошел. Сразу пошел в атаку. Тут же Лоид Рейл. Сам пойдет сейчас тоже на Ральсу. Бейз к 3 болту к шафту. Слышал. Респаун сейчас Бейз. Но в Телепорт он вряд ли будет рисковать заходить. Да, ему... Надо бы Дамиги сейчас. Ох, какие... Болтики! Если был бы Рейл, было бы, конечно, очень красиво. Там... Это бы все равно не был бы фраг. Насмотрелось, конечно, красиво. Но вот... В решающий момент не попал. Так, что это такое? Что это такое? Настолько игроки не ожидали этой встречи, что... Сами, по-моему, ничего не поняли. И... Проблема у Бейза. Не будет... Неужели не будет ждать Миги? И отдаст всю карту. Это лежит Мига. Мига есть. Немножко ракетами покоцал Хрона. И... Здесь сейчас... Момент, чтобы передохнуть. Потому что там, конечно, если бы Хрон... Загнал бы... Бейза. Ну вот сейчас встреча. Обмен ракетами. И разошлись. Хрон достаточно... Дохлый, на самом деле. И врывается. Хрон нет. По-моему, свалился он. Так, есть ракета. Очень мало сняла. Нужно Бейзу еще один маленький армор съесть. И ракеты у него, кстати, закончились. По-моему, как раз к ракете он пытается пробиться. Есть рельса. Там Хрон особо-то деваться некуда. Хорош, хорош, хорош. Ох, как Хрон тоже отлично сыграл. И как бы не улетел. Ну, Бейз, конечно, хитер, хитер. Как я уже говорил, несмотря на то, что это карта выбор Хрона, Бейз, конечно, сейчас похитрее. Играет. Да. Последний персонаж у Хрона остается. И слышит, слышит Бейз. Ну, здесь перешапчивать надо, потому что, ну, там, 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 тотемт, который спасает Хрона. И Хеви тут же все ему восполняет. Услышал Бейз. Услышал Бейз, что летит Плазма. Не стал высовываться. Очень аккуратно он играет. Сейчас будет с три болта держать позицию. И не удивлюсь, если он вообще будет отыгрывать на плюсбеке. Сейчас просто вот так вот спамят три болтом, потому что полторы минуты не так уж и много. Ох, какие, какие болтики. И Хрон, все, весь стэк потерян. Если бы сейчас, кстати, Ральса там пролетела, она бы Хрона похоронила бы. Бейз сейчас гораздо толще. А Хрон не знает, откуда лучше зайти. Так, есть. Ох, как Хроня тоже сыграл. Круто. Бейз ушел брать Мигу. Хрон пошел ва-банк. Нет. Разминулись буквально на секунду. Бейз с Мигой. Бейз с каким-то там армором. У Хрона есть Галена, которая тремя тотемами сама себе Мигу нашаманила. То бишь Хрон сейчас чуточку потолще. Играть полминуты. И вот встреча. Нет, конечно, Бейз с ним. Вы посмотрите, как мало у Хрона. Ну, а я думаю, сейчас тотемы опять его подлечат. Так, очень... Так, но эта встреча может быть роковой. Ох, как Хрон сыграл. И спасся. 15 секунд оставалось. Бейз не разобрался в ситуации. И раунд... Какая ракета, какая вторая. Ну, на чудесах. Сейчас Хроня здесь спасся. Бейз немножко потерял концентрацию. И... Конечно, отдал уже выигрышный раунд. Может быть, выигрышную карту. Такие же респауны. И также Хрон... Ой, как Бейз. Вы посмотрите, что Бейз сделал. Он не взял хэви. Он просто ошибся. Пытается он сейчас рейлить. Но это было, конечно, ужасно. Посмотрите на стэк Бейза. Там 100 с чем-то ХП. И нет вообще армора. Но вот сейчас взял полтинник. Только рейл. О, сейчас спас, мне кажется. Ужасное начало. И ужасный телепорт. Ну, как же так? Ошибаться в такие матчи... В таких матчах, в такие моменты. Пошел во фанк Бейз. Но Хрона перестрелять... Это... Это смело. Я имею в виду Хрона со стэком. Не тот игрок, которому можно вот так вот застать врасплох. И... Этот раунд тоже под большим вопросом. Совсем там ничего Бейза не осталось. Спасибо, Зуд, за ретрослэйшн. Оф, за ченнел. Бейз просто на тоненько выходит. В этом раунде. Но вроде бы... Вроде бы... Зацепился он. Сейчас выжил. У Хрона достаточно. Немного стэка. 100-100 и больше. Но вот сейчас Мегу-Мегу он дождется. Скорее всего. Пытается он сразу какую-то... Атаку провести. Но вот тут же рейл от Бейза. И лежит Хэви. Бейз сейчас будет падать и будет получать на нем. Будет получать отличная ракета от Хрона. И смотрите, что Бейз творит. Ну... Ребят, если бы ты был дурейл в ответ, попавший, это было бы, конечно, феноменально. Атак 2-2. Хэллоу фейс. Да, матч, конечно, очень... Очень тяжелый. Как хорошо Бейз начинал. Но вот... Конечно, можно сказать, вот одна ошибка в начале. И дальше уже персонажи у него посыпались. Теперь уже Хрон позиционно отыгрывает. С Триболтом пытается... Ему пушки нужны, у него нету ракеты, нету рейла. И... Ну вот взял Ролган. Что интересно, на Думе начал Хрон. Для Эволкен Думер отличный выбор. И как теперь Триболт? И в ответ, смотрите, 7 хп, 7 хп. И рейл, какой рейл? Просто приедобей. Этот... Этот... Этот раунд ключевой. 22 хп. Рейнджер на рейнджер. Дай девайсов, времени вагон. Если здесь маленький армор. Да, есть армор. Ну вот, смотрите. Сначала у нас хэви. Хрон просто не пускает. Сейчас Бейза вообще никуда. Бейза не знает, куда ему податься. За двумя девайсами, скорее всего, не успеть. И какая ракета. Но сейчас опять появится, по идее. А Хрон у нас съел все так. Ну что, ты рискнешь? Рискнешь? Ребята, что это за матч? Бейза чудом. Он просто спас и должен ждать его маленький армор. Так, зажали, 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 зажали. Здесь не попасть. И Хрон должен толстый остаться. И теперь по персонажам 1-1. Напомню, это решающий раунд. 2-0. Голк Бейз. Но, к сожалению, упустил победу на этой карте. Сейчас у Хрона отличный. Отличный контроль. 2 минуты сыграно. Бейз тоже 100-100. Тоже, в смысле, тоже отъелся. 100-100. Отличная ракета. Не даст она Хрону провести такую агрессивную атаку. Бейз пошел на атаку и сфера. Да. Вот вам и Рейнджер. Всегда против него надо помнить, что может прилететь такая плюшечка. И опять... Но на Хэви, наверное, не успеет. Так, а вот это уже отлично. И с армором сейчас будет Бейз. Бейз 100-100. Он Хрону отошел. Но будет он 100-0. 100 на 50. Бейз немногим толще. Есть у него всего лишь на один маленький армор преимущества. Но по контролю может Бейз сейчас вытащить. Должен он понимать, как спаунятся айтемы. Сначала Мега, потом Хэви. Бейз сейчас Мегу подбирает. 3 секунды у него до Хэви. Низом несется. Несется. Не стал он оставлять, дарить армору сопернику. 3 минуты прошло. 50-50. Есть еще одна аптека. В лодном встрече должен быть фраг. И Бейз должен быть очень толстый. Да, он вообще толстенный. Последние персонажи. Галена, Галена. Ничего она не сделает, если все гранто сделать. Это должен быть раунд. И карта. И Бейз заверает. Эвокен выбор Хрона. Итак, вторая карта. ДМ6 выбор Бейза. И начинается у нас бой. Бейз на ракеты. И первая же встреча. Хрон понесся даже с одной рельсой на этот Хэви. И смотрите, проблемы, проблемы, проблемы. Но здесь, да, надо уходить. И будет еще один армор. Для Бейзы 100-100. В принципе, все не так уж плохо. С пушками надо решить вопрос, потому что нечем стрелять ему. Так, меня чутка подлагивает. Продолжает хрон прессинговать. Но вот смотрите, у обоих очень мало. Но я думаю, разойдутся каждый съезд. Каждый съезд свою. Бейзу надо не отдать Мигу. Хрон. Хрон, да, все, выбрал он позицию. Потому что у Бейза нет рельсы. И даже, кстати, ракеты у него нет. Поэтому. Ну, вот сейчас преимущество такое территориальное у Хрона. А вот так вот. А вот так вот с ферочкой. И уже у рельсы. Но чувствует, что пасут. Чувствует, чувствует бейз. Ну что, попадет рейл? Нет. Обидно, обидно. Легкая была ситуация. Но зато сейчас попал. И что, будет Хрон прыгать на джамподе? А как он прыгнул? Он там. Вовремя нажал присядочку. И свалился. Интересно, кстати, без Вайзера играть. По-своему. Нет вот этих вот очевидных рейлов из ниоткуда. Зато есть вот такие вот. На реакцию. И драка за Хэви. Есть рельса. И что там? Нет, это не рейл кончился. Это просто бейз грамотно переключился. И какой респаун? И какая реакция? И какой второй? Рейл. Ну, Бейз, красава. Ребята, я такого и не припомню. Вот честно. В турнирных профессиональных матчах. И респаун очень неожиданный был. И Бейз настолько хладнокровно зарядил эти две рельсы. Это было очень-очень круто. И Хрон, я думаю, прозрел. Нет, Хрон тут же дерется. И нет, второй рельсы не будет. Какой рейл? Как Бейз, конечно, попадает. И... И надо убивать. Первый раунд. Ну, не без проблем. Но просто очень-очень качественно, конечно, отыгрывает Бейз. На Уолкин примерно так же у нас начиналось. Пошел Бейз сразу в атаку. Попал. И ох, как Хроня тоже воролся. И что, Хрон пойдет на Хэви? А там Бейз уже на сфере. Нет, не рискнул. Вот это удивительно. Так, немножко непонятно. Сейчас Бейз действует. Но явно там Хрон после поднятия Хэви не будет он с одной пулькой умирать. Так, и вот она. Ситуация по пушкам. Сыграла свою роль. Там, правда, Бейз достаточно много дэмэджа нанес. Так, не переключился у нас персонаж. Сейчас мы сделали это вручную. И Хрону надо думать об аптеках и о мелком арморе. Бейз спокойно сейчас возьмет Хэви и помчится на мигу. Нет, Хэви лежит. Уже никак не успеть. То есть Хрон здесь после набранного фрага спасся. И что Бейз предпримет тайминги хорош, хорош, хорош. Ну как? Хрон сейчас тоже этот раунд. И смотрите, опять осталось мало. Опять Хрон с одним из айтемов тут же остается. Подбирает аптеки. Бейз с мигой. Бейз опять на какие-то мгновения времени будет гораздо толще. Но вот он толще, он вынужден лезть. Сейчас ему напихали по самое на его аркаде. Но ему нужно, конечно, сейчас что-то предпринимать. А Хроня не прощает. Он и держит отлично центр карты. И просто Бейзу не дает продохнуть. Ну вот, время работает на Хрону. Он его, собственно, такими действиями не особо активными. То есть он просто держит позицию, да, и старается Бейзу не давать играть. Но сам, конечно, не лезет в аркаду. Время идет, время потихонечку идет. Играть, конечно, еще очень много, да, полраунда. Но два персонажа в запасе у Хроны, поэтому есть у него право на ошибку. Так, здесь немножечко так подловили на шафтик, но незначительно. Будет ли Хрон драться за этот армор? Не может, не может он попасть. Может быть, сейчас подумает, что Бейз вообще ушел. Нет, нет, по-моему, слышит он его шафт, да. Ребят, так можно и до конца раунда. Пора прыгать. Ну как, Хроня, отлично. Там много еще Бейза, на самом деле. Поэтому не замашинганит. Но Хрон, конечно, об этом не знает. Думаю, он там совсем мало осталось. И Хрон сейчас потолще. Меньше двух минут. Если возьмет еще один интересный момент. И что, Хрон будет Тарканиши добивать? Надо забирать раунд. Да, да. 1-1. Отлично сейчас, конечно. Все исполнил Хрон. Весь раунд отыграл идеально. Что, первая встреча на ракете? Лежит все еще армор. Не услышал сейчас, по идее, Хрон. Бейз ждет его на рельсе. Просто ждет. Просто ждет. Ну, а боем досталось. Там у Бейза последние хп. Если бы не рыл. Если бы какая-то другая пушка. Может быть, там Бейз и умер бы. Но сейчас он, конечно, подберет немного аптечек. Хотя там действительно одна внизу. Но мега. Есть мега. У Хрона пока... Так, если Бейз сейчас ворвется на Хэви, то он сильно Хрона так обделит. Но как Хрон держит? Вот смотрите, Хрон просто стоит. Стоит на месте. Бейз сам... Ой, как свалился, Дима! Зачем? Зачем? Сейчас Бейз опять все эти аптечки подберет. Кстати... Бррр... Хрон красавчик, красавчик. Это же каким надо хладнокровием и уверенностью обладать. Что он так вот ворваться и сферу зарядить. Есть рельса от Бейза. И да, надо убегать. Сейчас... Сейчас по-любому будет атака. Но вот... Сфера Хрона сегодня уже не один раз наказывала. Излишко агрессивные действия. Как прочитал? Как прочитал? И сколько демеджа машна! Весь армор Бейзу снял. И здоровье тоже. Если Бейз пойдет сюда... Вот Хрон позицию просто идеально держит. Просто идеально. А Бейз продолжает аркадничать. И пока вот в данной ситуации в плюс. Он, конечно, сейчас вторым номером играет. Но как он это делает? А Бейз рейлит, рейлит, рейлит. Уже там по счету. Не знаю какой. Уже сбился я по счету. Ры за рейлом! И вот сейчас уже опасно. Нету сферы. Есть Галена. С которой драться можно. До армора 3 секунды. И несется, несется Бейз на всех парах. Не хочет он дарить сопернику ничего. Так, понял сейчас Бейз, что Хрон где-то внизу трется. Да-да-да, вы смотрите. Не хочет отпускать Бейз Хрона. Хорошо, что есть Дум. Можно вот так вот уплывать. Есть рельса. Ну что, пойдет. Хрон на Мегу. Нет, не стал. Так, что-то слегка пролагало меня. Но здесь надо раунд забирать. И 2-1 в пользу Бейза. 1-0 по картам нам ведет. Возможно, последний раунд. А может быть опять решающий пятый нас ждет. Я думаю, все хотят пятый раунд. Но... Как говорится, кто за кого болеет. Ой-ой-ой, сверху там Хрон. До сих пор не поднята ни Мега, ни Хэви. И несется Хрон драться. Ух, как Бейз улетел. И сейчас Мегу утащит он. И смотрите, это уже отличное преимущество. Да, и Хэви Мега. В 7 раз он толще. Просто... Просто найти Хрон и побить внизу. Ой-ой-ой. Сколько там осталось? Меньше полтона. Ай, не попал. Хрончик потихоньку отъелся. И надо убивать. Опять последнее ХП. Бейз. Бейз на ракете. Ну, ну вот где нужен этот рейл. И во. А там в ответ прилетел. Так хотел зарейлить. Но ничего страшного. Потому что... Потому что, кстати... Сейчас опять будет у нас перестрелка. Да, Бейз гораздо толще. Вот это встреча. 5 секунд до Хэви. Неужели Хрон пойдет в атаку? Кстати... Так, у меня немножечко тут... Свернили с окошечкой. Я извиняюсь. И... Пролагало. Немного. Но вот... Домучил Бейз Хрона. Как он начал... Этот раунд отлично отыгрывал. Так, нету рейла. И что, будет телепортиться и убивать? Ну, Хрон мошной, мошной. Что Хрона творит? Что творит? Это была халява. Это была халява. У Бейза не было рейла. И халява уже 100 на 130. Какой... Бред иногда творится. В этой игре, если бы ты на секунду... Да-дам, даже Бейз не терял концентрацию. Его просто загнали, как... Не знаю. Ох, как Хроня отыграл. И пытается он вернуться в этот бой. При том, что преимущество было у Бейза отлично. Просто халява побила. И тут же... Хрон воспрял духом сам. Стал все попадать. Времени еще вагон. В принципе, Бейзу надо просто замедлить темп. И... Во-первых, перестать, да, вот эти рейлы. Съедать. 5 секунд до Меги. Не знаю, помнит ли об этом Хрон. Да-да-да. Здесь хороший тайминг. 10 секунд до Хэви. То есть, с контроля Хрона просто так сейчас не сбить. Только выжидать. Пытаться рейлить. Издали. Но там в ответочку тоже прилетает. Покусали Мошной. Прилетели Снежки. Достаточно много так. Снял. Примерно равный сейчас стэк у обоих игроков. И... Заварушка. Не попасть. 26 хп. И все-таки Бейз. Там у нас... Последние персонажи. И у Бейза главное преимущество в том, что он успевает на Хэви. Есть рельса. Нету там у Хрона рельси. Воу. Что, будет? Будет фраг. Бейз. Бейз проходит дальше. И драться ему, наверное, с Килсоном. 3-2 Эволкин. 3-1 ДМ6. ДМ6, мне кажется, более нервная была в эпизодах. Но оба, конечно, очень круто сыграли. Редактор субтитров А.Семкин